Приветствую вас подписчики и гости канала! Сегодняшний ролик начинаю как всегда с улицы, только не со своего гаража, а с другого места. Нанялся я добровольным помощником не знаю кого. Вот тут впереди котельная, которая реставрируется, реновируется, ремонтируется. И дальше, ну эта котельная отопляет вон вдалеке то здание. Там несколько зданий, то есть это построено как католическая гимназия. Первый и третий прошлого века, потом была средняя школа, потом школа-интернат до конца. Ну и сейчас вернулась к первоисточникам, то есть опять она католическая гимназия. За эти года она конечно пострадала, вот вид такой убогий, но происходит ремонт. И тут происходит ремонт котлов, модернизация, но и меня попросили немножко помочь. Поэтому про трактора будет немножко отчет, про детали, сравнение. Это будет дальше. Ну по-быстрому заскочим в котельную. Вот эти котлы справа и слева от каждого котла, такое пониже красное. Это бакера, где гранулы засыпаются и сейчас они засыпаются вручную. А мне надо сделать, было вот эти тумбочки сверху, там видно трубами соединены такие двигатели. Это будут гибкие шнеки, которые автоматом другого бункера будут подавать гранулы в эти емкости, чтобы пищеварами надо твердами засыпать. Ну а сейчас плавненько перейдем к запчастям для тракторов. Ну вот так выглядит 309-й подшипник, полное название вот тут на вал бортовой. Заполнение смазкой, как это выглядит. Он был полностью крытый, но я одну сторону отковырял, которая будет бортовой. Потому что там бортовую смазку, он наверное будет лучше смазываться. Не знаю, правильно, неправильно сделал. Идем дальше. Вытащил с коробки подшипник фирмы СКФ. Цена такая, что самому аж точно смотреть. Упаковки целлофани. Там смазка какая-то жидкая. А в подшипнике, вы сами видите, пожадничали. Перед установкой тормозных барабанов решил померить все параметры их. Значит, что получается. На глаз видно, что вот новые. Вот эта стенка толще. Но в этом месте. А на противоположное она, ну как и на старом. То есть все, наверное, протачивали, центровали. Так получилось. Все вот эти диаметры совпадают. Отверстия совпадают. Расстояние померил по шпилькам совпадает. Оригинальный вот он. Тут еще маркировка в это завидно. Тут непонятно, чего производство. И еще по высоте разница где-то по ширине его где-то 2 мм. И на оригинальном есть две проточки. А на этом нету проточек. Ну, наверное, буду ставить новые. Посмотрим, как он себя поведет. Как говорится, век живи, век переживай. Вот пришла мне посылка. Я уже показывал ее в прошлом ролике. Думал распаковку сделать. Ну, получилось мне печалька. То есть были заказаны два тормозных барабана новых. Но в посылке одного барабана не оказалось. Написал продавцам. Конечно, извинились. То до сего. Клялись торжественно прислать. Ну, ладно, это будет. Но сегодня при ремонте, при работе в котельной, то есть уже вчера зашел там маленький магазин. Завчастия филиал другого магазина. Смотрю, лежит барабан. И на 3 евро дешевле, чем в интернет-магазине. Ну, ладно, сейчас быстренько. То есть посылка. Прокладка для гидробака. Одна втулка. Брал только одну, чтобы посмотреть на качество. Две моточки на 6,4 шлица на насос. НШ-10 гидравлики. И тормозная пружина для педали сцепления. Вот так. Ну, там еще некоторые мелочи. Ну, и вернемся к нашим баранам. То есть довольный купил вот этот вот барабан. Думал, ну, не буду ждать посылку, пока она придет. Может уже, возможно, будет поставить. А тот барабан, ну, никуда он не пропадет. Кому туда понадобится. Но дело в чем. Померил, как всегда, все расстояния по высоте. Ну, где-то на неполный миллиметр новые ниже, чем старые. Диаметр вала идеально совпадает. И дальше померил места шпонки. Вот, ну, наверное, не видно. Вот тут притык штангель. А тут, вот видите, миллиметр. То есть, если я поставлю вот этот барабан, я не посажу, скорее всего, его на шпонке. Вот, ну, что, хотя тут на этом барабане написано ВТЗ. На этом тоже ВТЗ. Только надпись развернута на 90 градусов. Код детали тот же самый. 103. Нет, не тот же самый. В общем, все похоже, да не похоже. Такие вот дела. Ну, еще пару слов все-таки про надпись. Здесь код детали совпадает ВТЗ 738103. Тут тоже ВТЗ 738103. Просто не прочитал быстро. Что шпонка относительно надписи развернута. Тут надпись, как сказать, выпуклая. Тут как вбитая, впуклая. Но это на скорость не влияет. Но печалька в том, что шпоночные расстояния недофрезованы. Ну что ж, пойдем дальше. Ну и после тормозных барабанов я попытался сравнить тормозные ленты. Вот так их сложил. Снизу старая. Потом эта старинная, которую я достал, я думал, на советского производства еще. Много лет обратно. И магазинная. Ну вот так более-менее петли сложил в один уровень. Ну, конечно, не ювелирно, но как-то так. И что получается? Вот в этом конце, смотрите. Старая. Магазинная. И старинно доставшаяся мне. Она где-то на сантиметрах, ну, грубо скажем, полтора до двух длиннее. Ну и поэтому, может, это и не страшно. У него, конечно, культурные петли. Так, по центру изогнутые. Вот, как видите. Тут новый так убог. Но это не страшно. Это можно все поправить. Ну, я решил, буду ставить те, которые купил сейчас в магазине. Пускай будут такие же при длине, как и старые ленты. А потом видно будет. Ну и еще один замер. Старая лента. Расстояние между этими петлями. Вот такое. Покупная лента. Чуть даже свободнее. Или, ну, старая, новая лента. Не лезет. Вот так поставлю. Надо подрезать вот эти петли. Вот так надо все промерить. А потом, наверное, только ставить. А то потом будет хуже. Ну вот, на такой стадии ремонт немножко приостановился с другими делами. Бортовая на месте. Лента заменена. Барабан тормозной заменен. Почти. Там остается установить вот эту чашу, корпус. Прокладку вырубил. Больше всего мне интересует, откуда вот эти две проточки взялись. Заклепки алюминиевые. Не могли так проточить металл. Там тоже по расстоянию ничего не совпадает. Загадка, однако. Ну что ж, очередной сказке конец. Всем спасибо. До свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok